Яна, ты там держись! За столько лет просмотреть выпуски утреннего эфира – это работа не из легких. Конечно, в современном мире высоких технологий это возможно, но я хочу отметить, что архивы, где хранятся ценные документы и издания, тоже не теряют свои ценности, а даже наоборот. Я сегодня решила посетить архив в Новонямецком монастыре в Кицканах. На мой взгляд, это один из самых интересных и даже таинственных архивов. Пойдемте быстрее, будем погружаться в загадочный мир. Здравствуйте, брат Андрей. Расскажите, пожалуйста, чем примечателен архив монастыря, что есть интересного в нем? Здравствуйте. Архивы монастыря, Новонямецкого монастыря, значимы, что это рукописные книги, старинные книги, книги из Румынии, которые привезли, с охранной надписью внизу. А сколько там всего книг, экземпляров? Насколько старинные есть? Есть архив села Кицкана с 1810 года, есть исповеденческие книги. Давайте тогда пройдем уже непосредственно в архив и посмотрим. Мы находимся в архиве монастыря. Рассказывал вам про рукописную книгу с 1810 по 1843 год. Называются «Метрические книги», это регистр села Кицкана. Это как в ЗАГСе. Раньше церковь записывала все эти данные. А как вы сохраняете ее в таком состоянии? Это определенные условия хранения или как она столько лет хранится? Температура главная. Давайте зачитаем что-нибудь, что здесь есть интересного. Родится «Младенец Иоанн», от родителей законовенчанных, жителей села Кицкана. А дальше, после 1843-го, не велся этот учет? Есть, есть другая книга уже. А вот самая толстая книга в архиве. Сколько здесь страниц я не решилась сосчитать, но весит она килограммов 10. С трудом перелистывая страницы, мы с послушником Андреем попытались прочесть фрагмент на старославянском языке. Через несколько секунд я сдалась. Гордость в земле мало. В земле славите, подобаши точью. В архиве книги рукописные и печатные. В них история монастыря, села Кицканы и описание жизни монахов. Можно встретить экземпляры на греческом, молдавском и итальянском языках. Здесь в архиве есть вот такая вот интересная книга для слепых. Называется «Библия Генезис», что значит «Сотворение». Я, конечно, ее открываю, для меня это темный лес, просто точечки. Но, насколько я знаю, что читать эту книгу нужно наоборот. Не слева направо, а справа налево. Помимо старого в монастыре есть и новый архив. И, как признается послушник Андрей, здесь не просто хранятся книги. Это особое место, куда можно прийти с вопросами и получить нужные ответы. Я почему-то всегда думала, что архив — это холодное, темное, страшное место. Но на самом деле атмосфера здесь очень приятная. И когда стоишь в центре такого мощного скопления информации и истории, складывается ощущение, что время здесь просто застывает, что оно здесь просто не имеет своей силы, не подвластно. Продолжение следует...